В период карантина все спортсмены, независимо от статуса и регалий, вдруг оказались в одинаковых условиях. Тренироваться и готовиться к соревнованиям можно было только у себя дома. Но в некоторых видах спорта, даже в условиях самоизоляции, нашли способ, как вернуться к соревновательному ритму жизни. В шашке, шахматы, онлайн играли и раньше. А вот для художественной гимнастики такой формат оказался в новинку. Соревнования проходили на платформе Zoom онлайн. Девочки находились в своих квартирах, сидели судьи тоже также онлайн и оценивали их, как на обычных соревнованиях. Все как по-настоящему было. Поначалу девочки, как и все, тренировались в домашних условиях. Мама зачастую выступала в роли оператора, а тренер наблюдала за этим в формате онлайн и могла вносить какие-то коррективы. Но заниматься в таких условиях было непросто, а детям попросту скучно. Но после того, как стало известно, что они смогут принять участие в соревнованиях, на тренировки гимнастки стали выходить с другим настроением. Все-таки соревнования есть соревнования и дают стимулу ребенку соревноваться, не стоять на месте. Мы очень сильно к ним готовились, все равно беспокоятся и ребенок волнуется, и взрослые волнуются. Поэтому я считаю, что соревнования онлайн могут быть и должны быть, наверное, тем более в гимнастике. Потому что гимнастика – это ежедневный труд. По три часа мы раньше тренировались в зале, а во время карантина было, конечно, тяжело. Изученные ранее программы пришлось адаптировать под выступления в квартире. Например, высоко подбрасывать предметы, естественно, было невозможно. Но даже такой формат соревнований в период карантина – это лучше, чем ежедневные рутинные занятия онлайн. Девочки уже все устали сидеть дома. Я тоже сама устала. И это действительно выход. Как-то порадовать себя, изменить ситуацию. И мы уже на третьих соревнованиях участвовали, собираемся участвовать еще. Потому что это действительно как праздник. Онлайн-соревнования «Новогорские звездочки» в привычных условиях вряд ли когда-либо могли обрести статус международных. Но в новом формате к российским гимнасткам из разных городов присоединились представительницы других стран – Казахстана, Белоруссии, США и Катара. Всего за награды боролись около 500 участниц. Тем ценнее оказались награды, завоеванные представительницами Мордовии. Полина Понятова была второй среди девочек 2013 года рождения. Еще одну медаль бронзовую в категории «Девочек на год старше» завоевала еще одна воспитанница тренера Валерии Слесаревой – Аделия Диушева. Я выступала с обручем. У меня уже третье соревнование онлайн. На первых двух я заняла первое место, а на третьих соревнованиях я заняла второе место. Когда не получилось один элемент, я там потеряла обруч. Я повторяла упражнения, разминалась на стопы, всякие упражнения мы делали. У меня была новая программа, мне ее поставили, когда закрывали еще зал последней тренировки. И все было хорошо. Я не расстраиваюсь, я иду дальше, и у меня все получается. Смогли приспособиться к новым условиям шахматисты и шашисты спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова. Они также тренировались и соревновались в онлайн-формате. Так, в День России Федерация Шашек проводила онлайн-турнир. Его формат, конечно, отличался от привычных соревнований. Главное – это время. На партию давалось всего пять минут. Также непривычным было и количество игр, которые шли подряд. К тому же шашисты не понимали, кто им противостоит. Это мог быть как чемпион мира, так и обычный любитель. В таких непростых условиях серебряную медаль завоевала призер чемпионата Европы по шашкам среди инвалидов, тренер школы Татьяна Цырулева. И где-то к седьмому туру у меня просто уже заболели глаза от напряжения. И, ну, турнир прошел, и каково было мое удивление и неожиданность, когда мне позвонили с Федерацией Шашек России и объявили, что я заняла второе место в данных соревнованиях. И, конечно, для меня это был очень большой сюрприз и приятно. Нынешний период заставил всех по-новому взглянуть на нашу привычную жизнь. Онлайн-соревнования – это, конечно, выход, но только на период карантина. Какими бы ни были современные технологии, живое общение они заменить не смогут. В зал очень сильно хочется, очень соскучились и дети, и я. И надеюсь, что в скором времени мы выйдем и будем тренироваться. Ну, я скучаю по ним. Я хочу обратно в зал, чтобы больше было места и было место, где отрабатывать упражнения.